Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Мы наблюдаем красивое восстановление рынка после коррекции. Рыночная капитализация снова больше 2 триллионов долларов. За этот месяц я выкупил две просадки на рынке, потратив 20% всей своей долларовой позиции. Сейчас у меня остается 80% от этой позиции в готовности новых рыночных потрясений. Почему же я ожидаю эти потрясения? Все потому, что рынок очень волатилен и нисходящее движение всегда ходит рядом с восходящими. Верю ли я в то, что коррекция уже закончена? В какой-то мере да, но существуют причины, а самое главное подготовка нужного настроения для рынка, чтобы опустить цены еще ниже. И если так и будет, то я потрачу еще больше своей долларовой позиции. Я хочу, чтобы ты понял меня правильно. Моя уверенность в этой сфере как никогда тверда, особенно по отношению к биткоину и Ripple XRP в долгосрочной перспективе. Многие люди в комьюнити говорят, что 2 доллара за XRP это потолок. С таким сумасшедшим сопротивлением, что пробить его не получится. Цена XRP упала до 90 центов после достижения 2 долларов и многие люди снова разочаровались в XRP. Но если бы ты купил эту просадку, ты бы получил 30% прибыли. Очевидно, что крипторынок, да и наверное любой другой рынок не место для нытиков и паникеров. Это явно не место для тех, кто нетерпеливо хочет разбогатеть за один месяц. Крипторынок дает возможность быстро заработать гораздо быстрее, чем фондовый рынок. Но даже крипторынок требует для этого терпения. Каждая лишняя гривна или доллар на моем счету не задерживается. Я постоянно инвестирую. Крипто, акции, бизнес в реальной жизни. Когда деньги лежат, они как будто безработные. Безработные не зарабатывают деньги. Устрой свои деньги на работу и наблюдай, как они строят тебе экспоненциальное богатство. Это единственный способ достичь того, чего ты хочешь в 2021 и последующих годах. И самое рискованное, что ты можешь сделать сейчас, это быть в стороне. Перед тем, как идти дальше, я хочу снова остановиться на том, что биткоин-доминация падает до 50%, в то время как эфир и альткоин привлекают внимание. Потенциально это означает возможное восходящее движение на альткоинах в ближайшее время. Это значит, что эфир становится лидером альткоин сезона и все альткоины идут за ним. И как мы видим на примере из прошлого, падение доминирования биткоина до самого дна означает достижение альткоинами своего рассвета. Так, в июне 2017 биткоин и эфир почти сравнялись в процентном доминировании на рынке. Это значило только одно. Тот, кто держал только биткоин, пропустил массивные прибыли на рынке альткоинов. Скорее всего, на этот раз будет точно так же. А XRP всегда двигается последним в этом альткоин сезоне. Но когда он двигается, все смотрят, потеряв дар речи, а хейтеры впадают в депрессию. Но все это не будет происходить без волатильности и турбулентности. Ведь они уже готовят причины и сценарий для возможного дальнейшего падения рынка перед его взлетом. Что же это за подоплека и нарратив, о котором я говорю? Налоговое управление арестовало криптовалюту на сумму 25 миллионов долларов у сотен криптоинвесторов в Южной Корее. И это еще не все. Это только часть конструктора. Следующий пазл. Главный финансовый регулятор Южной Кореи предлагает закрыть абсолютно все криптовалютные биржи, так как они не являются законными, по его мнению. Ин Сон Су, глава главного регулятора финансовых услуг Южной Кореи, сказал, что ни одна криптовалютная биржа не подавала заявку на получение лицензии в ВСП. Как ты думаешь, это просто раздувание паники, чтобы придавить цены в пол или что-то большее? Мы видели, что произошло с новостями о налогах Байдена и к чему они привели. Завтра могут выйти новости о закрытии криптобирж в Южной Корее. И представь себе, что может произойти? Минус 30% падения на рынке? Но если так и будет, моя долларовая позиция всегда готова. Я покупаю эти просадки. Потому что я уверен, криптовалюта станет многотриллионным классом активов. Но то, что я делаю сегодня, просто предупреждаю о том, что нужно быть готовым ко всему. А теперь я хочу показать тебе кое-что очень крутое и жесткое. Мы знаем, что чейнлинк это оракул, который призван прежде всего связывать информацию из внешнего мира с блокчейном. Прежде всего скажу, что существуют также и умные оракулы, которые называются Кодиус. Они основаны на базе оракулов, таких как чейнлинк. Микки Би Фрэш пишет, информация на чейнлинк показывает четкое доказательство, что Кодиус был перезагружен с многочисленными способами использования XRP и Интерледжер. Риппл и Полисайн всегда уделяли внимание огромному потенциалу смарт оракул нетворк. Они прямо говорят о том, что XRP будет участвовать в токенизации недвижимости. Если что, это информация с приватной беты оракул с клауд. Друзья, токенизация недвижимости с помощью XRP. Я думаю токенизация акций тоже. Это все то, о чем мы постоянно спекулируем, что XRP может прийти на эти рынки. Основная ниша XRP это трансграничные платежи, денежные переводы. Но это только одна функция. Оракул Интерледжер Протокол будет использоваться для перевода денег буквально смской. И это будет именно XRP Интерледжер Протокол, который будет использоваться для токенизации недвижимости и создания оракула в недвижимости. Тобишь инструментов для переноса недвижимости в блокчейн. XRP Интерледжер Протокол. Миссией XRP в интернете ценностей построить глобальный стандарт для институциональных цифровых активов и их хранения. Они хотят раскрыть весь потенциал цифровых активов и разработаны сами для того, чтобы масштабировать триллионы долларов под своим управлением. Триллионы долларов. Токенизация недвижимости. Платежи смс-ками. XRP Smart Oracle Networks. И все это практически с моментальной скоростью и дешевыми транзакциями. Чтобы понимать, что такое рынок недвижимости, я покажу тебе визуализацию рынка недвижимости. Она показывает, что это рынок на 280 триллионов долларов. Просто представь себе, если XRP и технология Ripple получат хотя бы часть этого. Также существует спекуляция насчет того, что токенизация коснется и рынка деривативов. Деривативы являются еще одной целью XRP. Деривативы – это самый огромный рынок на Земле. Это 558,5 триллионов долларов. Это просто визуализация возможностей XRP. Вчера вечером я смотрел интервью Брэда Гарденхауса на канале Thinking Crypto. Думающий крипто. Это был интересный экспириенс, но я хочу показать тебе один интересный отрывок из него. Интересен он даже не тем, о чем они говорили, а тем, как он реагировал мимикой, телом, движениями и так далее. А вы случайно не обращаете свое внимание на что-то еще, что по-вашему может стать новой большой вещью в криптоиндустрии и блокчейне? Я хочу как-то увернуться от этого вопроса. Я не скажу тебе это сейчас. Уворачиваюсь от вопроса. Я не хочу делиться тем, в чем Ripple видит большие возможности. Могу сказать несколько вещей. Во-первых, NFT здесь точно останутся. Также я скажу, что токенизация множества активов – это следующий шаг. Я думаю, это многообещающе. Очевидно, Брэд Гарденхаус не просто так отнекивается от подобных вопросов. Он точно знает, что нас ожидает в будущем. Что будет в 2024, например. И он к этому готов. Об этом говорит все его поведение. Моя задача – озвучить то, чего он и другие сказать не могут. Ведь я всегда говорю то, что многим может не понравиться. И я никогда не говорю что-то лишь потому, что это всем нравится. Токенизация всех активов – это наше будущее. Фондовые рынки, деньги, недвижимость, деривативы. Вот что нас ожидает. И лучше быть готовыми к этому прямо сейчас. Потому что криптовалюта идет за всеми деньгами мира. За всеми деньгами мира. Грызня в этой индустрии просто невероятная. Есть биткоин-максималисты, сектанты-руны и так далее. Но абсолютно все соглашаются с тем, что Ripple XRP – это дерьмо. И я не понимаю, почему. Это же легитимная компания, которая очень хороша в одном деле. Пересылать деньги очень быстро и дешево. И это просто фантастика. Для нашего хедж-фонда Ripple XRP – это очень-очень хорошо. Мы сделали так. Мы переслали 50 миллионов долларов в компанию с помощью XRP. Это стоило нам 30 центов, а заняло всего 2 секунды. Это же просто невероятно. Нет никакого способа сделать то же самое с помощью обычных фиатных денег. Или даже с помощью биткоина. И если вдруг компания, что принесла деньги в наш фонд, захочет их обратно, она получит их через 2 секунды, не ожидая 3 дня и не теряя на бесконечной цепочке из комиссионных плат. Я не могу понять, почему людям тяжело понять это. Я не понимаю, почему это сложно понять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...